всем привет это брик гараж и с вами егор у нас сегодня на обзоре шоу трюков на мотоциклах и на грузовиках набор 42 106 стан шоу track and bike в одном из предыдущих видео я разыграл два пуллбека при том павел евгеньевич который был вторым призером до сих пор не вышел на связь если через неделю после выхода данного видео он не появится то мне придется отдать его пуллбек третьему запасному победителю у меня осталось счет два пуллбека один из этих пуллбеков я разыграю среди вас комментаторов и зрителей данного видео что вам нужно это посмотреть видео до конца быть подписан на мой канал а также оставить комментарий причем не простой комментарий типа там привет первые так далее а более содержательный тем более в этом видео будет несколько вопросов на которые вы можете ответить снизу под видео точные условия розыгрыша читайте снизу в комментариях под видео в конце видео я еще кое-что вам расскажу здесь 610 деталей его рекомендуемая розничная цена составляет 3999 рублей но сегодня на момент обзора спустя чуть более чем неделю после начала продаж его можно купить уже в некоторых онлайн магазинах за 2500 2700 рублей не знаю как там у них но у нас рекомендуемая розничная цена как правило держится как правило держится только на эксклюзивы либо в рознице в онлайне всегда хорошие скидки с самого начала коробка сразу намекает нам на то что набор игровой мы видим летящий мотоцикл сквозь огненное кольцо над пикапом сам набор состоит из трех транспортных средств это пикап прицеп трейлер и мотоцикл с пулбек мотором здесь преобладают три цвета это черный красный и медиум азур да это медиум азур не путать с дарк азур такой цвет ранее встречался в малом количестве на драгстере с большими бет покрышками сзади а также на одном из пулбеков наверно двух или трех летней давности грузовик представляет из себя заниженный пикап с большими блок фарами то есть это что-то на мой взгляд американская при том колеса выглядит немного великовато для данного масштаба если еще мы посмотрим на ширину модели сопоставим с диаметром колес то очевидно что колеса великоваты что мне здесь нравится это вот то как скрыты задние колеса оригинальный ход с помощью таких панелей можно в принципе делать какие-то лоурайдеры американские машины где колеса будут скрыты внутри арок классно спереди использованы красные арки здесь их наборе две штуки то есть если свои совмещаете модель с автовозом то у вас есть полноценный комплект деталей ну сама машина конечно же не в масштабе автовоза если вы вам интересно она гораздо уже если мы сравним с корвета мы видим насколько велика разница ну кроме того что модель занижена и по периметру кузова сделано некое подобие юбок и бамперов смотрится машина низко так классно как какой-то кастомный пикап образ дополняет воздухозаборник на капоте для нагнетателя а что тебе напомнил данный пикап напиши в комментариях снизу ну и модные наклейки с языками пламени кстати здесь везде черепа как и на ранее выпущенных моделях этого года в том числе краулере конструкция вот это вот это съемная конструкция которая нужна чисто для того чтобы запускать внутрь отверстия pullback bike мы видим что здесь использована 4 редких коннектора на 3 в красном цвете что по функциям то здесь поворачивается колеса с помощью колесика на крыше радиус поворота ну обычный для данной модели сзади нет никакого дифференциала поэтому колеса жестко связаны возможно это встретит некое сопротивление при повороте но при таком масштабе в этого не заметите двери открываются внутри есть даже сиденья руль и некое подобие прибора на центральной панели вот этого серого цвета кругляшок замечание по дверям лишь только в том что они с обоих сторон как-то немножко провисают я пересмотрел конструкцию изъяна не нашел то есть очевидно что двери под своим весом провисают и смотрится это не очень красиво сзади кузов пустой и теоретически вы можете внедрить сюда pullback мотор для того чтобы эта штука тоже ездил на pullback и правда придется подумать что-то насчет рулевой возможно и придется заблокировать далее у нас идет трейлер с мотоциклом их можно рассматривать вместе можно раздельно мотоцикл снимается с трейлера таким вот образом здесь просто есть снизу отверстие которое насаживается вот на эту ось и так называемая подставка которая вот таким вот образом просто насаживается на поверхность трейлера также легко снимается здесь никаких пинов чисто все на осях в установленном режиме все держится достаточно крепко то есть для игры для перевозки этого достаточно если вы все это снимите то трейлер превращается у нас в трамплин. Здесь есть вот такое вот колесико, которое мы крутим и у нас с нею с помощью систем рычагов поднимается вот такая подножка подрезиненная. Эти резинки здесь очень к месту, потому что они тормозят и не дают прицепу съехать. В дальнейшем прицеп будет использоваться как трамплин для того, чтобы мотоцикл вот таким вот образом заезжая прыгал. Отмечу, что сзади есть также вот такие вот опускающиеся рампы. Они сделаны из флагов, из тонких деталей LEGO, ну скорее System, чем Technic. Дерается немного хлипко. Они нравятся вот так вот расшататься и выскочить оттуда. Но плюс в том, что они тонкие, поэтому когда мотоцикл у нас будет наезжать на эту рампу, то он не будет встречать какого-то сопротивления в виде лесенки. Ну и последнее транспортное средство из набора это вот такой вот мотоцикл. Мотоцикл Pullback. Такой, не знаю, даже не кроссовый, просто трюковый какой-то с длинными вилками. А что можно сказать? Это минималистично выполненная модель. И ее основная функция это, конечно же, прыгать при минимальном весе, максимальной прочности и минимуме количества деталей. Центральная конструкция здесь это сам Pullback мотор, который опять же декорирован черепами, а сверху крышкой то ли бензобака, то ли каким-то приборным указателем. Широкие колеса используются на 43. Конечно, здесь уместнее были бы узкие колеса вот подобного плана, может быть даже зубастые старого типа. Но для того, чтобы мотоцикл был устойчивым, его пришлось сделать на таких вот широченных катках. Похож на мотоцикл, да? Похож, но сделан очень грубо, как будто бы из глыбы топором вытесали. Привод осуществляется с помощью Pullback мотора и вот ряда вот этих вот шестерней, которые соединяют колесо заднее ведущее с Pullback мотором. Если сравнить эту модельку со всеми Pullback'ами, которые когда-либо выпускались, то она будет самой маленькой и самой простой из всех. Из функций здесь только катание. Для того, чтобы соединить трейлер с грузовиком, мы просто насаживаем отверстие вот этой красной, красного коннектора, насаживаем на эту ось и все, у нас сцепка произошла. Сама сцепка здесь двигается в двух плоскостях вместо положенных трех. Ну, понятно, что здесь в идеале должно было быть шаровое сцепление, но с шаром есть ряд сложностей, как например, то, что вы если расцепляете прицеп, сцепку, то у нас шар, как правило, выдергивается из машины и остается здесь вот на прицепе. Поэтому для детей, мне кажется, вот такое решение наиболее оптимальное. Каким образом предполагается игра этой модели? Ну, во-первых, это вы вот так вот ездите, катаете. Ну, давайте посмотрим, как у нас будет летать мотоцикл. Мы так опускаем, убираем коннектор. Так. Поднимаю рампу и запускаем мотоцикл. Да, здесь важно подобрать разгон, угол, положение трамплина относительно огненного кольца. Оп. То есть это чем-то похоже на игру в тир. То есть вам нужно попасть... Оп. Нужно попасть... Очевидно, что набор в первую очередь игровой. На полке, мне кажется, он выглядеть будет несерьезно для взрослых фанатов Лего. С другой стороны, он, возможно, будет интересен как ресурсник, о чем мы поговорим сейчас в следующем разделе, что есть внутри данного набора. На обратной стороне коробки у нас изображена Б-модель. Это тоже некое подобие трюковой машины. Как видите, это вот такой вот грузовичок. Правда, колеса для него немножко узковаты. Есть трамплин, рамка. И указано, что машина при прыжке через трамплин должна сбивать стену, которая легко, ну, легко разваливается, судя по всему. То есть функционал Б-модели недалеко ушел от модели А. Причем пуллбэк не лучшего дизайна. В чем-то он похож на худшие проявления наборов серии пуллбэк. Буклет только для основной модели. Давайте сразу с вами пройдем в конец. Ну, мы видим, что все детали набора уместились на одном листе. Что здесь может быть интересно? Ну, во-первых, здесь есть белые диски на грузовике. Белые диски, узкие, такие как на корвете, только белые. Давно их не было в наборах. Далее, далее, далее. Четыре красных коннектора на три. Есть новые красные шаровые пины. Всем вот таких вот красных коннекторов они тоже довольно редки, на мой взгляд. Далее, шестеренок тут немного, как мы видим. Идем дальше. Ну, две красные арки, две красные короткие скругленные панели мы видим. Тут также ничего особенного, что может нас заинтересовать. Ну, четыре узких колеса. Ну, это второй, второй самый доступный набор с узкими колесами после корвета. Одна черная панель, одна рейка. Кстати, приятно, что здесь использовали рейку, а не какой-то банальный рычаг, который вращает тягу. Два больших флага. Я не знаю, где вы их в технике будете использовать, но здесь они используются в качестве рампы. Два широких колеса и вот, кстати, набор вот таких вот панелей побольше. Удивительно, обычно в таких наборах их не встречаешь. Ну, и отдельно стоит отметить детали цвета Medium Azur. К сожалению, данный цвет пока некуда применить. Его крайне мало, с учетом того, что всего три набора, я помню, с этим цветом. Ну что, давайте подведем итоги. Очевидно, что это в первую очередь игровой набор. Если забегать вперед, вы наверняка уже видели новые одиночные пуллбеки, которые стали в этом году достаточно проработанными. Скажу, что здесь деталей практически в два раза больше, чем в пуллбеках предыдущих лет. И они вполне себе претендуют на такие хорошие машины. У меня такое складывается ощущение, что роль так называемых трэш-пуллбеков, которые нужно было швырять с трамплинов, кидать, прыгать, стукать, занял у нас вот этот набор. Задумка была интересна. Сам пикап с заниженной подвеской, такой, я не знаю, кастомный. Можно было здесь что-то еще интересное сделать, например, поднимающуюся подвеску за счет актуаторов. Вполне можно было сделать. Конечно, количество деталей могло увеличиться над деталей там 100, я не знаю. Но мне кажется, в глазах потребителя, особенно если бы это был ребенок, не 8, конечно, лет, можно и помладше, это было бы просто бомба, если бы здесь поднималась подвеска как у лоурайдера, что-то там еще делалось, я не знаю, поднимался бы как-то кузов. Ну, было бы классно. А как бы вы его улучшили? Напишите в комментариях. При 600 деталях в данном наборе и цене 2,5 тысячи я вспоминаю все время свой любимый 8081. Там тоже было 600 деталей. И если бы он сейчас вышел и стоил бы 2,5 тысячи рублей, это просто был бы набор, хит-набор. Но LEGO почему-то подобное не выпускает. Зато вот такие вот игровые наборы а-ля трэш. Пожалуйста. Вообще складывается впечатление, что LEGO пытается привлечь молодую аудиторию к серии техник, а для негодующих фанатов более взрослой аудитории он говорит, вот вам, пожалуйста, UCS-наборы. Купите Липхер, купите Порше, купите Бугатти. Есть довольно хороший Defender. То есть вилка у нас возрастная, она существенно расширяется по серии техник. Ну и соответственно в младших наборах становится гораздо меньше механизмов или же вообще их не становится. Здесь из механизмов у нас по сути только рулевая система, подъем и все. Что в итоге? Набор может быть интересен для детей младшего возраста, собственно говоря, для тех, для кого он был разработан исходя из коробочки яркой, красивой. Для моделистов постарше набор может быть интересен вполне может быть интересен на детали. Это и колеса, это и арки, и какое-то количество панелей в основном черных и красных. Ну бесполезных деталей здесь минимум. Это пожалуй только наверное детали цвета Medium Azur и Pullback Motor. Так что 2500 может быть и не такая высокая цена для данного набора, как для набор деталей. А вот черепа, честно говоря, уже порядком надоели. Тем более на наборах, которые предназначены для детей. Лучше бы сделали детали розового цвета. Я серьезно. Встанет ли эта модель у меня на полке? Сейчас узнаем. До скорого, пока. Ну и напоследок у меня есть еще одна идея для конкурса. Я предлагаю вам сделать альтернативную модель из деталей данного набора. Вы можете сделать модель как вживую, так и с помощью программы Studio. Ссылка на программу будет в описании. Только из деталей данной модели. Опять же, подробные условия будут снизу. Участник, сделавший лучшую модель, будет награжден ценным призом от компании LEGO. Имейте в виду, что все конкурсы ограничены по времени. Если вы смотрите это видео спустя 3 года, то наверняка конкурс уже прошел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok